Финальный прыжок, экзамен. Так можно описать окружной слет любителей скакалки в Галдыме. С сентября по июнь команды спортсменов проходят обучение, а в завершении показывают, кому из них лучше удалось освоить эффектную дисциплину. Все это время ребят учат и сопровождают бывалые укротители скакалки, представители танцевального коллектива «Сияние», которые, к слову, месяц назад уже во второй раз завоевали звание чемпионов России в этом виде спорта. На протяжении года ездим по учреждениям с ребятами, преподаем мастер-классы по темам, причем не только, грубо говоря, практику, но еще также теорию про развитие роп-скиппинга как в России, так и в мире. Сейчас вообще новые рекорды устанавливаются, какие соревнования проходят, какие стандарты у нас есть. 80 человек стали участниками проекта. Обычно это только воспитанники школ-интернатов Тамбовской области. Но проект расширяет спортивные границы и уже начал притягивать прогунов из других регионов. А сейчас я хочу вас познакомить с нашими гостями, которые приехали из города первого салюта, города Орла. Привет, девчонки, как вас зовут? Привет. Варя. Алина. А давно занимаетесь роп-скиппингом? Нет, всего три месяца, мы новички пока что. Что вам так нравится в этом виде спорта? Почему решили им заняться? Он разбивает выносливость и еще... Укрепляет мышцы. Да. Ну, что нового вы узнали, когда начали заниматься этим видом спорта? То, что прыгать на скакалках можно не просто, а еще делать трюки. Все так. Часто спортсмены используют в своих номерах акробатику, сочетают прыжки через скакалку с танцевальными стилями брейк-данс, хип-хоп, рок-н-ролл. Только главное при выборе направления не забыть подготовить правильный инвентарь. Я, как дилетант в этом виде спорта, открыл для себя удивительную вещь. В роп-скиппинге для каждого направления есть своя скакалка. Да, вот, например, для трюкового я слышал, что есть бисерная скакалка. Да, чем она хороша? Расскажи. Смотри, ты абсолютно прав, что для каждого направления есть своя скакалка. Я представляю направление фристайл. Это трюки со скакалкой, особенно сальто, с дрелищное направление. И существует своя скакалка из бисера, которая не путается, создает тяжесть веса, чтобы она легко крутилась и при этом не путалась в воздухе. Плюс она состоит из веревки, как ты можешь заметить, которая не рвется, как простая скакалка из дешевых магазинов. И ручки делают нам тяжесть, которые могут вращаться и делать дрелищные трюки на ней. И срок службы – это скакалки год при хороших трюках, друзья. Покажи какой-нибудь трюк. Конечно. Профессионалы говорят, что роуп-скиппинг – не детская забава и ребячество. Это полноценный вид спорта, который может еще и превращать талант юных спортсменов в хороший заработок. Конечно, можно. То есть, скиппинг – это не только просто соревнование по скорости. Вы увидите сегодня, ребята на фестивале добавили скоростные дисциплины. Это еще и шоу. То есть, любые корпоративы, любые большие спортивные площадки. Мы много выступаем. Нас зовут на классные мероприятия. Заказчики платят деньги. В России роуп-скиппинг все еще на этапах становления. Но поклонники пророчат ему серьезное будущее. Ведь этот спорт уникален. Им можно заниматься практически где угодно и, самое главное, в любом возрасте. А все, что вам нужно – это скакалка и прыжок в высоту. Олег Рожков, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей.